Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках библейского портала «Экзегет» мы разбираем воскресное чтение о неделе по Вознесении Господнем. В этот день Церковь празднует память Отцов Первого Вселенского Собора, и на литургии читается Евангелие, в котором мы слышим часть первосвященнической молитвы Спасителя. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». После каких слов? Христос говорит им о том, что Он идет к Отцу, и говорит ученикам, что вы будете иметь скорбь в мире. После того, как Он им обещает скорбь в мире, Он обращается к Отцу. И многие толкователи говорят о том, что эта молитва была нужна в первую очередь для утверждения учеников, которые услышали, что у них будет много скорбей от мира. Мир – это, с точки зрения Писания, те люди, которые не хотят жить с Богом. И когда говорится о мире, который будет ненавидеть апостолов, о мире, который будет ненавидеть учеников Христовых, говорится именно о тех людях, которые не хотят жить и сотрудничать с Богом. И вот Христос возводит очи свои на небо, и в этом Иоанн Златоуст, например, и многие за ним видят, что это, скорее, не молитва, а беседа. И в этом есть тоже некоторый образ правильной молитвы для человека, когда мы относимся к этому не просто как к исполнению какого-то правильного религиозного обряда, а именно как к общению, к беседе с Небесным Отцом. И вот Христос возводит очи свои на небо и говорит, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Во-первых, Христос обращается к Отцу Отче, и для Него это, казалось бы, естественно. Но эта молитва, как образец молитвы, относится и к ученикам, и мы знаем, что до этого Спаситель давал ученикам молитву «Отче наш». И вот это обращение к Богу Отче – это очень теплое, очень важное, сердечное обращение, потому что произносятся эти слова на арамейском, что в молитве «Отче наш», что в первосвященнической молитве Спасителя. И там используется слово «Авва». А «Авва» – это не просто отец, не просто папа, это именно ласковое название Отца, это папочка. И вот Христос так обращается к Отцу, показывая пример ученикам. Что значит «прославь Сына Твоего»? Неужели Христос не был прославлен? Мы узнаем из дальнейшего текста, что Он был прославлен до начала мира. Но здесь эти слова приспосабливаются к той реальности, в которой Христос находится. Он еще не прославлен среди людей. Он еще известен только небольшому кругу людей. И еще пока нуждается в прославлении от Отца как человек. И Сын Твой прославит Тебя. Каким образом Христос прославит Отца? После воскресения, после совершения дела спасения, Спаситель привлечет к Отцу все народы. И этим будет прославлено имя Божье. Именно об этом говорит Христос. «Так как ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». То есть Господь говорит о том, что Отец дал Сыну власть над всякой плотью. Здесь понимаются все люди, с одной стороны, а с другой стороны и вообще все живые существа и весь мир. Все люди отданы Отцом во власть Сыну. То есть это значит, что они все призваны к тому, чтобы веровать во Христа и через Христа найти общение с Отцом. Но также Отец дал Сыну власть над всем миром. И произошло это еще до начала времени, когда непосредственно Слово Божие творило этот мир. «Чтобы всему, что ты дал, Ему даст Он жизнь вечную». Вот эту вечную жизнь Христос может дать людям уже здесь, на земле. Еще пока не произошло Второе пришествие. Это та реальность, которая открывается людям в день Пятидесятниц, когда сходит на апостол Святой Дух. «Сия же жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа», — говорит Христос, объясняя, что это за вечная жизнь. А что такое «знаю тебя, единого истинного Бога»? Неужели в Ветхом Завете люди не знали истинного Бога? Знали, но не знали Его полноценно. Не знали Его как Троицу, не знали Отца как имеющего Сына. И при этом здесь еще слово «знать» обозначает не только узнавание, но и опытную жизнь. И вот этой опытной жизни людям Ветхого Завета еще не хватало, потому что дух человеческий был помрачен, и благодать Божья, божественная жизнь, не могла попадать внутрь сердца человеческого, внутрь человеческой души. И только после спасительного подвига Христа благодать может теперь попадать в сердца верующих, тех, которые приняли крещение. И таким образом мы приобщаемся опытно к божественной жизни и уже здесь начинаем переживать Царствие Небесное. Почему важны слова посланного Тобой Иисуса Христа? Вот сейчас ученики начинают понимать, что действительно Христос – это не просто пророк, а это именно тот самый Спаситель, Мессия, посланный Богом на спасение человечества. И Христос в своей молитве еще раз уверяет их в этом. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Здесь говорится о том, что слава божественная, которую имеет Христос, была у Него всегда, и никогда от Него не отлучалось, чтобы никто не думал, что когда Он пришел на землю, Он потерял эту славу. Он просит прославить Его той славой, которая была прежде бытия мира. Но как это можно понимать, если эта слава от Христа никак не отлучалась? Дело в том, что Его человечество еще не было прославлено. По божеству Он был прославлен всегда, но человечество будет прославлено только после воскресения, когда мы увидим, что даже Его человеческое тело приобретает новые свойства, когда Он может появляться посреди запертой комнаты, когда Он может возноситься в день Вознесения. И вот это прославление еще ожидает Христа. «Что значит, я прославил тебя на земле?» – говорит Христос. Неужели Отец не был прославлен? Он прославил Отца тем, что совершил дело спасения, как Он сам говорит. Почему уже совершил? Потому что эта молитва была сказана непосредственно перед страданиями, распятием и воскресением. То есть Христос понимает, что дело спасения фактически уже решено, что осталось только непосредственно совершить это. А все подготовительное было уже для этого сделано. И вот именно в этом деле спасения прославился Отец, потому что Он послал Своего единородного Сына для спасения мира, и это спасение совершилось. В этом было прославление Отца на земле. Дальше Господь говорит, «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Что такое «открыл имя Твое человеком»? В Ветхом Завете Бога называли в том числе и Отцом. Но что это такое, было еще не до конца понятно. И вот когда Христос обращается к Отцу как Сын, и когда Он показывает отношения между лицами Троицы, Он открывает это имя Божий Отец намного глубже. Об этом пишет святитель Иоанн Златоуст, что ветхозаветные люди не могли воспринимать Бога Отцом, как имеющего Сына. Но Христос показывает вот эту реальность существования Бога. И кроме того, Он показывает, что Бог – это Отец для людей, но не в том смысле, что это Отец строгий и карающий только, это какой-то взыскательный Отец. А Он говорит о Боге именно как об Отце, который очень любит, который очень ценит, который всегда готов принять свое творение. И вот эти слова, которые Господь говорит в начале молитвы Авва и в молитве Отче наш, они показывают, какое тесное отношение мы теперь имеем с Богом через Христа, мы усыновляемся Богу через Христа, мы становимся для Него любимыми детьми и можем обращаться к Нему не просто Отец, но даже Папочка. И вот это очень важное значение имени Бога, которое Христос открыл людям. Почему Он говорит, «Ты дал мне их от мира, они были твои, и ты дал их мне». Неужели когда-то Христос не участвовал в деле спасения людей? Нет, это не так. И в Ветхом Завете некоторые считали, что Ветхий Завет – это откровение Бога Отца, а Сын ждал того момента, когда прийти на землю и не общался с людьми, не участвовал в деле спасения. Это совершенно неправильно. В Ветхом Завете мы видим неоднократно, как проявляется само действие Второй Ипостаси, Сына Божьего, и каждый раз, когда мы видим упоминание Ангела, и Ангела именно как Бога, это упоминание Христа. Такой ангел возвал из среды куста к Моисею и сказал «Я есть сущий». Или также ангел сказал Аврааму «Увидел Бог, что ты сделал для меня». Идущий столб облачный и огненный перед Израилем – это также было явление Христа. И многократно в Ветхом Завете мы видим именно заботу Спасителя, именно заботу Сына о своем народе. Поэтому эти люди, которые верят Отцу, они никогда не были Ему чужими. Но Отец дал их Христу именно в контексте Его земной жизни. Когда Он сейчас вышел на проповедь, и вот эти вот люди, которые еще не знали Христа, которые общались с Отцом, они теперь узнали Его, и Отец вручает их Сыну. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Это очень важные слова, то, что ученики уверовали не только то, что Христос послан Отцом, но и то, что Он исшел от Отца. То есть, значит, они начали понимать какую-то тесную, глубокую связь между Спасителем и Богом. Это очень важно, потому что апостолы еще до конца не могли понять Божественность Спасителя, но, судя по всему, уже некоторые глубокие интуиции перед Его распятием Воскресеньем у них присутствовали. И эти слова Господь говорит, отсылая нас к недавнему тексту, где ученики говорят, что мы теперь понимаем, что Ты говоришь, мы понимаем, что теперь Ты говоришь без притчи, говоришь прямо, и поэтому веруем, что Ты от Бога исшел. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Это очень интересные слова, почему Христос не молится о всем мире, почему Он молится только о своих учениках. Вот, например, преподобный Эфимий Зигабин говорит, что это очень такое деликатное отношение Бога к людям, что Христос не может молиться за тех, кто не хочет, чтобы за них молились. И вот мир, как мы говорили, это люди, которые живут без Бога, и Христос не молится о всех людях, не молится о тех, которые не хотят этого, Он молится только о тех, которые захотят войти в общение с Богом и которые придут к Сыну. И вот об учениках, о тех людях, которые захотят войти в эту первосвященническую молитву, и говорит Спаситель. И, конечно, Он говорит это и для учеников, для их укрепления, потому что сейчас будет очень тяжёлое время в их жизни, когда Христа предадут, распнут, и вот в это время им нужно понимать, что Христос за них молился, и Отец действительно на эту молитву отвечает. Дальше Господь говорит, и всё моё твоё, и твоё моё, и я прославился в них. Очень интересное выражение. Дело в том, что это выражение в разных интерпретациях существовало в традиции того времени. Были как бы люди разного представления о жизни. Были люди нечестивые, которые считали всё моё моё, и всё твоё тоже моё. Были люди такого уклада, когда они жили вроде как бы неплохо, не старались отнять чужое, но и не особо стремились отдать своё. И тогда об этих людях говорили, что не такого устроения, всё моё моё и всё твоё твоё. И вот в общении с Богом есть и первый, и второй вариант неправильного поведения людей, когда люди считают, что всё моё моё и всё твоё, Боже, моё, и давай мне всё, вот давай, всё, что я хочу. А если ты вдруг не даёшь, то с какой стати ты не даёшь мне то, что я хочу, потому что всё твоё тоже моё. Или есть такие отношения с Богом, когда я тебя не трогаю, и ты меня не трогаешь. Я тут живу вроде как, никого не убиваю, не ворую. И вот как бы всё моё моё, а ты, Господи, там где-то побудь, и меня не трогай. Но Христос, он показывает вот это отношение к Богу, которое было среди праведников. Всё моё твоё, говорит он Богу, и всё твоё моё. Вот это вот очень интересно. По идее, праведник говорил Богу, всё моё твоё, и всё твоё тоже твоё, Господи. Но здесь Христос, он привносит нечто новое. Он говорит, всё моё твоё, а всё твоё моё. И этим показывает глубокое общение между лицами Троицы, и показывает какие-то очень глубокие отношения, как образец для подражания. И сейчас, когда мы общаемся с Богом, мы понимаем, что всё, что в нашей жизни есть, действительно принадлежит Богу. Все наши способности, наше время, наши силы, но при этом мы знаем по откровению Писания, что Господь всё, что может, отдаёт нам. Он даёт нам божественную благодать, Он даёт нам Святого Духа. И вот когда Христос молится в первосвященческой молитве, Он говорит о природном отношении Отца и Сына, что всё моё твоё, и всё твоё моё. Но если мы в подобных отношениях к Богу через Христа, через Его усыновление, то получается, что мы можем быть в таких же отношениях с Богом, когда мы отдаём Богу всё, что можем отдать, и Господь в ответ отдаёт нам всё, что может отдать Он. И это, конечно, уже высший пилотаж духовной жизни, но направление очень хорошее, и к этому стоит стремиться. И «я прославился в них», говорит Христос. Почему «я прославился в них»? Он это говорит как бы о будущем. Ещё пока он не прославился в учениках, но бывает так, что мы говорим о чём-то вот, о том, что вот должно-должно совершиться, как вот в настоящем времени. И Христос говорит об апостолах, именно о том, что через них о нём узнают все народы, и как раз через них будет проповедана Евангелие покаяния, Евангелие спасения, который приводит людей к Сыну. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Господь здесь говорит, опять же, о ближайшем будущем, в настоящем времени. «Я уже не в мире», потому что он скоро отойдёт от этого земного мира к Отцу. Об этих словах толкователи единодушно считают, что Христос говорит это, приспосабливаясь к видению учеников, которые ещё не понимают, что он истинный Бог, а воспринимают его ещё пока как пророка, как мессию, как человека, и для них он может удалиться от мира и вернуться в мир, несмотря на то, что он как Бог всё равно всегда остаётся в мире. И вот он приспосабливается к этому взгляду учеников и укрепляет их, говоря, что «я уже не в мире, то есть вот-вот отойду к тебе, а ты их сохрани во имя Твое тех, которых ты мне дал». Причём во имя Твое, точнее, можно перевести «в имени Твоём». То есть, сохрани их в этом уповании, которое у них есть, сохрани их в вере, сохрани их в надежде. И говорит, чтобы они были едины, как и мы. Едины в чём? Об этом Господь говорил раньше в Евангелии. Едины в вере и едины в любви. «Потому узнают все, что вы мои ученики, говорит Спаситель, на тайный вечер, если будете иметь любовь между собой». И вот это единство в вере и единство в любви проповедует Христос. Причём, единство в вере должно быть таким, которое Господь свидетельствует в беседе с самарянкой, то есть, в Духе истине. То есть, не только в Духе Божьем, но ещё и в истине. В истине как в правильном славлении Бога, в правильном понимании духовной жизни. И эта истина соблюдается в Церкви до сих пор. И поэтому Церковь свидетельствует, что единство невозможно при разной вере. Единство невозможно при разной истине. Единство невозможно только в любви. Единство может быть в любви и вере. И эта вера не может быть только в духе, она должна быть ещё и в истине. Поэтому церковь проповедует единство вокруг одной истины, и поэтому православие всегда говорит об единстве как о возвращении к истине православной веры. Это очень важное свидетельство, которое православная церковь всегда представляет на разных мероприятиях, в которых участвуют разные конфессии. Но вот Христос молится о единстве, и очень горько, что действительно сейчас христиане бывают разделены, и если горько разделение верой, то ещё более горько бывает разделение христиан внутри единой веры по признаку нелюбви. Вот это очень важно. Мы должны понимать, что Христос молится о нас, чтобы мы были едиными, и если мы разделяемся между собой и начинаем друг друга не любить, то мы идём против воли Христа, который просил Отца, чтобы мы были едины. Итак, Господь говорит, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Эти слова, опять же, приспосабливаются к воззрению учеников, потому что Христос не отлучается от мира, но по представлению учеников сейчас он от мира отойдёт. И здесь говорится о сыне погибели, об Иуде, он говорит, всех сохранил, и никто не погиб, кроме сына погибели, чтобы сбылось Писание. И вот некоторые считают, что из-за этих слов можно понимать, что Иуда был Богом предопределён к предательству, но на самом деле здесь необходим другой немножко взгляд. Господь живёт над временем, и поэтому в Ветхом Завете пророчество о предательстве – это было не программирование будущего, а отражение вот этой реальности, которая сейчас произойдёт. Господь заранее знал, какая воля будет у Иуды, он знал, что выберет Иуда, и поэтому в пророчествах об этом предупредил. Но это совершенно не значит, что Бог его предопределил к этому, это был его свободный выбор, и он погиб не потому, что было написано Писание в Ветхом Завете о том, что будет один предатель, но наоборот, Священное Писание в Ветхом Завете об этом написало, потому что Иуда потом сам добровольно выберет такой путь. «Ныне же к тебе иду, говорит Христос, и сие говорю, в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». То есть Спаситель очень простую такую вещь говорит при учениках, что сейчас Он восходит к Отцу, уходит от этого мира, и объясняет, почему Он произносит эту молитву вслух, почему Он произносит эту молитву сейчас, еще пока не произошло этих событий, то есть пока Он еще в мире. «Для того, чтобы ученики имели радость совершенную», причем Он говорит «имели радость мою совершенную», имели в себе радость мою совершенную. Что это за радость Христа? Христос сейчас радуется о том, что вот-вот совершится дело спасения, и будет прославлен Отец тем, что все народы будут привлечены к Отцу. Ученики еще не способны вместить эту радость полностью, но Христос хочет, чтобы они хотя бы утешились, зная, что вот сейчас будут происходить тяжелые события, они должны помнить о том, что Христос молился о них Отцу, и специально произнес эту молитву для того, чтобы они имели в себе не страх, а радость. Конечно, мы узнаем, что ученики этой радости не получили, они были в смятении и в страхе. Но вот этими последними словами не только в первосвященческой молитве, но и во многих других словах Господь их готовит для того, чтобы, по крайней мере, этот страх не превзошел их силы. И мы действительно видим, что несмотря на это смятение, несмотря на этот страх, ученики смогли пережить эти тяжелые дни, распятие и погребение Спасителя, и смогли уже с радостью встретить Его воскресение. Вот такое замечательное чтение, читается в день воспоминаний Отцов Первого Вселенского Собора, и вообще в дни, когда мы празднуем память соборов церковных. И это чтение, наверное, стоит самостоятельно прочитать и без толкования, потому что очень важно прочитать эти строки, почувствовать саму суть, глубину этой молитвы Спасителя, которой он обращается к Отцу. И мне кажется, что вот тот разбор, который мы произвели, в некоторых местах будет даже особо не нужен, потому что нам необходимо было подойти немножко рационально к тексту Евангелия, никуда от этого не денешься, толкование это предполагает, но чтение Писания, оно происходит не только разумом, но и сердцем. И вот именно этот текст, текст первосвященнической молитвы, это очень глубокий текст, на который наше сердце обычно очень хорошо отзывается, и когда мы понимаем что-то с сердцем, бывает это происходит глубже, чем с сознанием. Поэтому очень советуем всем этот текст прочитать самостоятельно, уже в таком молитвенном предстоянии перед Богом. Ну и на этом мы закончим разбор нынешнего священного Писания. Всем Божьей помощи в ожидании грядущего праздника Святой Пятидесятницы. Продолжение следует...